самая обсуждаемая мировая новость на сегодня интервью владимира путина такеру карлсону а не то что вы подумали а вот чтобы перебить эту самую обсуждаемую новость до чем-нибудь таким чтобы все железобетонно от нее отвернулись и повернулись совершенно противоположную сторону нужен был очень и очень не слабый инфоповод и он вот прямо тютелька в тютельку не замедлил явиться алексей навальный умер в исправительной колонии номер 3 полярный волк случайности не случайные мы ни на что не намекаем но впору поверить в мистику как бы то ни было мировое демократическое сообщество моментально отреагировал на это событие да так словно заранее все знала и уже сидела в засаде в кустах и выжидала момент когда можно будет беспалевно выпрыгнуть его запить о тоталитарном строе и кошмарных репрессиях не прошло и часа после появления наших официальных новостей кончине а запад уже из каждого утюга принялся оповещать мировую общественность об этом прискорбном факте в нужном ему ключе и как кстати вот именно в этот самый момент жена усопшего оказалась на мюнхенской конференции и так сказать по горячим следам забралась на трибуну и держала слово почему-то еле сдерживаю улыбку как все вовремя как вовремя ну просто чудо не иначе а в россии за ее пределами тут же подали голос все наши скорбящие душой и телом если у вас нет большого желания знакомиться со списком всех инагентов и те кто покинул ужасный мордоров за границу дышать духами и туманами то для вас подвернулась неплохая оказия потому что мы сейчас пройдемся по всем тем кто явил себя как почитатель этих самых духов и туманов и самого усопшего на 1 2 рассчитаясь ксения собчак заявила что не понимает и у нее нет слов галкин выразил губочайшие соболезнования это же не смог найти слов писатель дмитрий глуховский безобедняков заявил что самого отважного человека российской политики трусливо и предательски изолировали то слов за полярный круг пожизненно и все равно продолжая его бояться светлая память героя некая певица монеточка разразилась траурный писанина о том что лёшу били били добровольно и смело вставшего перед ними без оружия врага били лежащего показали что уже не движет ими эгоцентризм вера в собственное превосходство и величие движет теперь только крысиный страх и желание жрать а голодала что ли в загранице и почему крысины вы сударыня в нью-йорке аль в париже раскрыться вам мерещится тогда сочувствуем их-то много да что вижу о том и пою видимо юрий прости господи дочь очень много написал очень мы коротенько перескажем навальный был одним из тех кто не боялся и точно самым известным из тех кто не боялся и для многих это было примером если где-то в паре станции метро от тебя ходит на работу человек который настолько не боится то я попробую не бояться хотя бы на одну десятую от него тебя только что отравили боевым ядом ты признанный лидер оппозиции причем как и в беспроводном интернете сигнал может добираться до разных углов по-разному главное что сигнал шел и поступал даже из-за полярного круга светлая память героя если суммировать то что выдал на гора дуть мы получим что лёша подавал некие сигналы наподобие беспроводного интернета кому-то ходячему на работу в паре станции от метро автозаводская но вай-фай крикнул и лёша погиб героем от боевого яда милостивый боже как страшно жить некий режиссер андрей звягинцев страстный почитатель жанра нуар а-ля рюсс где в фаворе чернуха безнадёга и полная безысходность выразил надежду что это еще одна ужасная новость череде бесконечного кошмара из моей страны скорблю вместе с миллионами других людей миллионами для кого навальный был и остается настоящим героем человеком который хотел чтобы все мы жили в другой россии ты подарил всякому честному русскому человеку эталом бескомпромиссного служения своей родине другая россия она только ваших головах судари и сударыни инагенты как это параллельная реальность из фантастических романов в которой вы и живете где героями становятся лыжицы и воры где праздную трусость как храбрость где ложь выше правды а деньги заменяют честь и достоинство россия захлопнула окно в европу вы же не нашли ничего лучше чем открыть окно вертона закройте надует актер александр филипенко тоже не смог молчать и выдал нам что и когда все рассуждали что будет с россией чтобы вернуться все будут возвращаться и россия будет свободной а сейчас потерянность какая-то и боль почувствовали потерянности боль похудевший на заграничных харчак дмитрий назаров актер трескунов михаил шац татьяна лазарева максим покровский какой-то рэпер с труднопроизносимым именем варвара шмыкова яна троянова и много их в общем те кто ничего не замечал с 2014 года и кто стал выборочно зрячим с 2022 спасибо что еще раз явили нам свое лицо спасибо что не даете нам возможности дать слабину и вас простить спасибо что на контрасте показывайте нам всю сущность либерализма и демократии спасибо вам за то что вы от нас по уехали называйте нас как хотите говорите она что хотите но мы здесь на своей земле со своими корнями с памятью наших предков за спинами всех русских героев взявшись за руки стояли и стоять будем все вышеперечисленные люди внесены минюстом рф список инагентов друзья хотим напомнить что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке вместе победим реквизиты для поддержки в описании к видео